Всем привет дорогие друзья! К празднику Пасхи мы хотим приготовить самые вкусные и красивые пасхальные угощения и выпечку. И сегодня я предлагаю приготовить очень вкусную заварную творожную пасху. Её ещё называют королевской. Рецепт невероятно простой. Пасха по вкусу получается как самый нежный десерт. Очень ароматная, в ней много цукатов и изюма. Пасха хорошо нарезается, прекрасно держит форму. Вместе с тем получается невероятно нежная, очень вкусная и ароматная. Рекомендую приготовить к светлому празднику Пасхи. Она может долго стоять в холодильнике, поэтому вы можете заранее приготовить за 3-4 дня до Пасхи. И конечно такая пасха красиво украсит пасхальный стол. Для рецепта мне понадобится цукаты предварительно я ничего не замачиваю. Цукаты у меня вот такие хорошие, я их вообще даже не промываю. Изюм и клюкву я просто промыла и обсушила бумажными полотенцами. Также в пасху можно добавлять орехи, но я сегодня орехи использовать не буду. Если честно мне не очень нравится как они получаются становятся такими влажными в пасхе, поэтому орехами можно пасху просто украсить. Я переложила творог в такую большую широкую миску, чтобы удобнее было пробивать все блендером. Для рецепта я использую домашний творог, так как у меня во Вьетнаме например творог вообще не продается, поэтому приходится его делать самой. Как сделать дома творог вы можете посмотреть у меня на канале, я оставлю ссылку под видео в описании. Раньше я творог перетирала для пасхи через сито, но сейчас все намного проще я делаю, перебиваю все погружным блендером. Сейчас соединяю в миске все ингредиенты. Всыпаю сахар, сахар конечно корректируйте по вкусу, в зависимости от того какой вы используете творог. Добавляю сметану, лучше использовать жирную сметану, тогда пасха будет вкуснее. Добавляю жирные сливки, если вы не хотите использовать сливки, добавляйте просто вместо них еще сметану. Добавляю мягкое сливочное масло, я делаю довольно много творожной пасхи, потому что она прекрасно хранится и может долго стоять в холодильнике, а по вкусу она просто великолепная. У меня в семье ее все очень любят. Добавляю яйца, рекомендую яйца разбивать в отдельную миску, чтобы если вдруг попадется плохое яйцо не испортить всю вот эту вот шикарную массу. Пасха заварная, поэтому не бойтесь использовать яйца. Если для вас это количество ингредиентов получается большим, тогда уменьшайте количество пропорционально. Ароматизировать массу я буду цедрой апельсина, лимона и ванилью. Снимаю с апельсина цедру, только верхнюю желтую часть и снимаю цедру с лимона, также только верхнюю желтую часть. Конечно, предварительно апельсин и лимон надо хорошо помыть. Добавляю 3 чайные ложки экстракта ванили, конечно можно использовать и ванильный сахар. И теперь все хорошо пробиваю погружным блендером. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Изи Кук и обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Итак, в итоге у меня получилась вот такая однородная масса. Если вы берете такое количество ингредиентов как у меня, конечно берите миску побольше, чтобы удобно было все перемешивать. Теперь всю массу перекладываю в кастрюлю с толстым дном. Я поставила кастрюлю на плиту и теперь всю массу я прогреваю на среднем огне при постоянном помешивании, фактически до закипания. Вот как пойдут первые пузыри, значит все готово. Перегревать эту массу тоже не надо, чтобы она оставалась очень нежная. По мере прогревания масса станет жидкой, так и должно быть. Все время ее перемешиваем. Я лично просто обожаю вот эти творожные пасхи. Они такие вкусные, как такой изысканный десерт. Сладкий чизкейк с сухофруктами, с цукатами. Конечно, это очень вкусно. Вот на этом этапе вы можете попробовать массу на вкус. Если не хватает сахара, можно добавить. Потому что, конечно, творог у всех разный, он может быть кислый. Возможно, вам понадобится чуть больше сахара. Аромат стоит такой приятный. Ваниль, цедра лимона, апельсина. Как видите, у меня еще кое-где есть вот такие бугорочки творога, но в этом нет ничего страшного. Конечно, если вы хотите, вы можете пробить массу еще раз блендером. Но я этого делать не буду. Сейчас, когда масса прогреется, эти кусочки тоже еще разойдутся. Масса у меня начинает закипать. Посмотрите, пошли пузыри и я ее снимаю с плиты. Мне не надо, чтобы она кипела. Еще продолжаю перемешивать, так как дно кастрюли еще горячее, чтобы ничего нигде не пристало. Оставляю все остывать до комнатной температуры. Можно прикрыть сверху пленкой или крышкой закрыть кастрюлю, чтобы не образовывалась сверху корочка. Творожная масса у меня уже полностью остыла до комнатной температуры. Сейчас я сюда буду вмешивать сухофрукты и цукаты. Здесь у меня изюм и клюква. Я их только промыла и обсушила бумажными полотенцами. И также добавляю цукаты. Здесь у меня папайя, киви и ананас. Хорошо все перемешиваю. Цукаты предварительно ничего не надо замачивать, так как они натянутся вот этой жидкостью, которая есть в этой массе. Количество цукатов и сухофруктов вы определяете по своему вкусу. Сколько вам нравится, столько и добавляйте. Вот такая красота получается. И сейчас все это нужно распределить по формам. Конечно сейчас везде у нас продаются вот эти специальные формы, в которых можно готовить эту пасху творожную. У меня нет возможности купить такую форму, поэтому у меня вот такие варианты приготовления. У меня есть вот такой дуршлаг. Также можно использовать вот такие пластиковые стаканчики для попкорна. Я здесь сделала дырочки. И у меня вот такой пластиковый горшок. Это кашпо для растений. Я также сделала в нем дырочки. Конечно, это кашпо абсолютно новое. Все это сверху надо застелить либо вот таким полотенцем, либо марлей в два слоя. Я буду выкладывать полотенце. Я хочу сделать такую высокую пасху, поэтому воспользуюсь вот таким кашпо. Чтобы полотенце хорошо легло, можно его слегка смочить, чтобы оно было влажным. Я выкладываю вот таким образом по кругу. Делаю складочки в одну сторону. Я хорошо плотненько выложила полотенце, поставила форму на тарелку и теперь наполняю форму вот этой творожной массой. Аромат стоит, конечно, потрясающий. Как видите, готовится все очень быстро, просто. Своего личного времени вы затратите совсем немного. Теперь надо просто дать время, чтобы стекла лишняя влага. Хорошо все разравниваю. Стараемся, чтобы нигде не было никаких пустот. Закрываю вверху полотенцем. Я стараюсь разровнять, чтобы дно получилось ровным. Теперь сверху можно выложить какую-то тарелочку. У меня вот такая крышка пластиковая. И поставить гнет, чтобы быстрее отходила вот эта лишняя влага. Получается вот такая очень простая конструкция. Видите, уже здесь появляется влага. Конечно, вот эту жидкость, которая здесь выделяется, надо периодически сливать, проверять. И всю эту конструкцию я сейчас отправляю в холодильник примерно на одни сутки, чтобы вся масса там хорошо-хорошо утрамбовалась и застыла. И сделаю еще одну пасху вот в таком пластиковом стаканчике для попкорна. Я также здесь сделала дырочки. Выкладываю полотенце и красиво его так оформляю. Конечно, если у вас есть специальные пасочницы, все это намного проще, быстрее. И там уже есть какой-то рисунок. Христос воскрес написано. Но можно пасху потом просто будет украсить цукатами, орехами и будет очень красиво. Вообще, можно делать эти пасочки в таких небольших одноразовых стаканчиках. Можно сказать, такая порционная пасочка маленькая. Объем моих форм, белая форма кашпо 2 литра и вот этот стаканчик для попкорна 1,5 литра. Также в форму ставлю на тарелку и наполняю творожной массой. У меня как раз вот в две мои формы поместилась вся эта творожная масса. Хорошенечко все вот так вот утрамбовываю и закрываю полотенцем. Тоже очень аккуратно вот таким образом подворачиваю. И точно так же я закрываю сверху крышечкой и поставлю какой-то груз. Посмотрите, вот буквально пока я наполняла вторую форму, у меня уже сколько здесь жидкости вытекло. Я ее сейчас солью и все поставлю в холодильник. Как я уже сказала, стоять все это у меня будет в холодильнике одни сутки. У меня прошли сутки. Пасхи я достала из холодильника и сейчас буду извлекать их из форм. Я вот так раскрываю полотенце и сейчас буду переворачивать на тарелку. Посмотрите, какая красавица получилась. И сейчас осталось ее только украсить. Вот эти складочки от полотенца, они смотрятся как такие рюши. Даже очень мило. Конечно, украшать вы можете по своему вкусу, как вам больше нравится. Я по кругу выкладываю цукаты. Мне очень нравятся вот такие цукаты, они смотрятся как такие натуральные камушки. Я выкладываю сверху надпись Христос Воскрес. Теперь немножечко вдавливаю изюм, чтобы все хорошо держалось. И у меня вот такие еще разноцветные посыпки. Сверху сделаю такой небольшой ободок. Вот такая красавица творожная пасха получилась. И без всяких форм. Все очень просто и достаточно быстро. Своего личного времени для ее приготовления затрачено минимум. А какая же она вкусная. И точно также я извлекаю из формы вторую пасху. Самое главное, когда достаете из формы, действуйте аккуратно, чтобы не нарушить конструкцию. Помните, как в детстве играли в пасочки? Все точно также. Я очень бережно приподнимаю полотенце. И точно также украшаю цукатами и изюмом. Мне понравился ободок из цукатов. Я решила еще на этой пасхе тоже сделать такой же. Смотрится более ярко. Все-таки мы всегда пасхи и куличи украшаем достаточно ярко, чтобы это было красиво. Пасха хорошо держит форму. Получается невероятно вкусная. Рекомендую ее приготовить к светлому празднику пасхи и попробовать. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И конечно подписывайтесь на мой канал Люда изи Куб, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.